Привет всем! На старте марафон – наш теледневник спортивной жизни Воронежа. Сегодня в выпуске. Смотрите. Все в золоте воронежские ушуисты 93 раза поднимались на пьедестал домашнего чемпионата и первенства ЦФО. Турнир получился рекордно массовым. Собрал больше 300 участников. На счету хозяев сразу 225 медалей. Впервые в ТОПе эксперты высшей хоккейной лиги признали вратаря воронежского «Бурана» Егора Вильмакина лучшим новичком очередной игровой недели. Напомним, 19-летний галкипер в матче со звездой оформил первый сухарь в ВХЛ. Ослепленные детскими улыбками в Воронеже открылась школа гимнастики, олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой. Первое импровизированное занятие с юными спортсменами провели уже на церемонии открытия. Об этом и многом другом в течение ближайшего часа. Но начнем с футбола. Защитник Аслан Дашаев покинул ряды воронежского факела. Как сообщила пресс-служба огнеопасных, контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию. Напомним, Дашаев провел в форме факела больше 70 матчей и отметился в них семьюточными ударами. Я принял такое решение, потому что в футболе иногда нужно менять обстановку, пробовать что-то новое. Отметил Дашаев. Впереди у меня новый этап. Аслан поблагодарил за совместную работу, руководство факела, игроков, тренеров и особенно болельщиков. В свою очередь клуб поблагодарил Дашаева за точные удары в ворота Металурга и Камаза, приблизившие факел к выходу в РПЛ. За первый гол в элитном дивизионе, за вклад в построение коллектива, за максимальную самодачу в каждой игре. Тем временем губернатор Воронежской области Александр Гусев провел совещание, на котором обсудил ход работ на стадионе «Факел» на улице Маршака. Глава региона заявил, что держит по этому вопросу руку на пульсе. Он дал поручение увеличить число строителей на объекте. Подрядчик уже приступил к монолитным работам и монтажу металлоконструкций. К тому же необходимо уже приступать к работам по будущей северной трибуне. Там были сложности с переносом электрического кабеля, но вопрос решается. Александр Гусев подчеркнул, при увеличении вместимости стадиона до 10 тысяч, важно соблюсти все требования Российского Футбольного Союза, чтобы на новой арене мог проводить факел игры премьер-лиги. Ну а наша команда в Турции продолжает подготовку к решающим матчам сезона. После нескольких дней отдыха игроки возобновили тренировки. Второй сбор огнеопасных обещает быть еще насыщеннее, чем первый. Легче футболистам точно не будет. Можно не сомневаться. И все равно, болельщиков своих наша команда радовать не перестает. В понедельник «Факел» обыграл болгарскую Славию. Она 7 раз побеждала в чемпионате страны, правда, последний раз в 96-м. В 77-м Славия завоевала кубок Интертота, позже дважды выигрывала Балканский кубок и 8 раз забирала кубок страны. В нынешнем сезоне Славия пока идет на пятом месте в национальном первенстве. Рестарт турнира для нее состоится уже 13 февраля. На сборах перед встречей с «Факелом» Славия провела три спарринга. Итог. Победа, ничья и поражение. Сильнее софийцев был сербский младост. И вот теперь Славию обыграли воронежцы. Вот как это было. Поединок с воронежцами для футболистов «Софии» начался не лучшим образом. Уже на пятой минуте мяч оказался за спиной Святослава Вуцова. Интересно, что голевую атаку начал наш вратарь. Илья Свинов, он, но дал мяч Василию Чарову. Тот направил его Роману Акбашеву и наш седьмой номер открыл счет ударом в дальний угол. А вот болгары за 45 минут не нанесли ни одного удара в створ. На 28-й минуте головой пытался поразить цель Роберта Раичев после передачи Бориса Димитрова. Безрезультатно. А на 43-й минуте рядом со штангой из-за штрафной площади послал мяч в Дарко Ташевские. За минуту до перерыва стараниями Василия Чарова и Матвей Ивахнова футбольный снаряд во второй раз побывал в сетке Славием. Но судьи гол не засчитали из-за офсайда. На старте второго тайма Дмитрий Пятибратов, в отличие от двух предыдущих спаррингов, полностью менять состав не стал, а произвел лишь пять замен. В том числе бросил в бой Евгения Маркова. Тот сразу нанес несколько ударов поворотом Слави, который защищал уже Николай Крастев. К сожалению, новобранец огнеопасных в створ не попал. А вот в атаке у болгарского клуба продолжил блистать 18-летний Димитров. На 54-й минуте он угодил в перекладину ворот факела, а спустя еще три минуты Борис все-таки добился своего, оставив неудел Свинова после заброса Эртона Томбака. На исходе часа встречи Славия могла выйти вперед, но Илья на линии ворот надежно завладел мячом, а вот Крастев на 68-й минуте свою команду не выручил. Дворотарский футбольный снаряд дошел благодаря появившимся на поле Владиславу Мастерному и Георгию Гангадзе. Точку же в этой атаке поставил Марков, наконец-то отметившись первым голом за факел. На 79-й минуте после розыгрыша углового Славию спасла перекладина. В нее угодил наш 20-летний футболист Никита Ершов. Пять минут спустя еще один лидер молодежного состава огнеопасных Богдан Кондромашин попал в штангу, а перед этим Роберто Райчев расписался в воротах воронежцев, но поразил цель на добивании после выстрела Димитрова из положения вне игры. Итог 2-1 в пользу представителей столицы Черноземья. Были моменты, которые очень понравились, в принципе достаточно уверенно играли в обороне. Сложности были, когда мы атаковали, не реализовали моменты. Ну, мы сейчас делаем на это скидку, потому что ребята работают. У нас вчера было две тренировки, сегодня была утром тренировка. Поэтому достойный результат, ну, а качество игры, естественно, нужно улучшать. И это постоянный процесс, мы к этому стремимся. А вот в пятницу «Факел» провел уже две игры в один день. Соперником в первой стала «Чайка» из села Песчанокопская Ростовской области в прошлом сезоне, финишировавшая с бронзой второй лиги. И также 3 февраля «Факел» сразился в Турции с Андижаном, действующим победителем пролиги Узбекистана, то есть второго по значимости дивизиона чемпионата страны. Результаты этих матчей во вторник в футболе-губернии. От футбола по традиции перейдем к хоккею. Комиссия по определению лучших игроков высшей лиги на основании статистических результатов и аналитики специальных экспертов определила лауреатов 20-й игровой недели сезона. В номинации «Лучший новичок», где отмечают хоккеистов не старше 25 лет и имеющих за спиной в предыдущих сезонах не больше 20 матчей, лауреатом впервые стал вратарь воронежского «Бурана» Егор Вильмакин. 19-летний голкипер в двух матчах на прошлой неделе отразил 97,3% бросков при коэффициенте надежности 1,03%. В победном матче Егор оставил свои ворота в неприкосновенности. Он всего лишь третий голкипер 2003 года рождения, оформивший сухарь в ЭХЛ. «Буран» на этой неделе провел заключительные в нынешнем сезоне матчи на гостевом льду. Причем серия получилась очень интересной, ведь с одной стороны противостояли ураганам фаворита чемпионата, а с другой – его аутсайдеры. Коллектив Дмитрия Крамаренко дал бой скромным «Омским крыльям» и «Ермаку», занимающему последнее место, но при этом сразился с новокузнецким «Металлургом» и красноярским «Соколом», которые будут как минимум бороться за награды сезона. В общем, эту серию все поклонники «Бурана» ждали с нескрываемым интересом. И вот что мы получили с точки зрения результата. Открыли эту серию хоккеиста «Бурана» в Омске. Напомним, руководит местными «Крыльями» бывший тренер «Ураганных» Евгений Федоров. В стартовом отрезке матч счет так и остался неоткрытым, хотя по броскам в створ у хозяев было почти двукратное преимущество. При этом без малого две минуты «Буран» играл в формате 5 на 3, но местную команду спас вратарь Андрей Мишуров. Во втором периоде по броскам в створ наоборот впереди были уже «Воронежцы», но лидерами отдыхать отправились «Амичи». Они открыли счет на 27-й минуте стараниями Вячеслава Малого. Далее хозяева льда получили два удаления, но снова выстояли за то, когда составы уравнялись, «Амичи» все-таки пропустили на 35-й минуте. Досадную ошибку допустил Мишуров, потеряв шайбу за воротами, чем расчетливо воспользовался Михаил Кабат. Через полторы минуты за подножку на скамейку штрафников отправился наш Данил Мельников, и в большинстве Семен Асташевский вернул омским крыльям пальму первенства. Следом снова воронежцы потеряли одного игрока, теперь уже за подножку был наказан Артем Жук, но наши парни чуть было не сравняли счет в меньшинстве. Кабат за считанные секунды до «Сирены» убежал на дуэль с Мишуровым, забросил таким шайбу в сетку, но к тому моменту время второго периода, к сожалению, уже закончилось. Ну а в заключительный третий матч счет изменился лишь раз в пользу хозяев льда. На 54-й минуте после двух удалений со стороны Бурана, наконец-то, судьи заметили нарушение и со стороны омских крыльев. Дмитрий Крамаренко взял тайм-аут и принял решение снять галкипера, заменив его еще одним полевым игроком. Увы, результата это не принесло, а мячи выиграли вбрасывание, и Никита Холодилин поразил пустые ворота, установив окончательный результат 3-1 в пользу хозяев. После этого воронежцы еще 4 минуты играли в большинстве, но в атаке не преуспели. Ну а напряженный матч, неуступчивый соперник. Очень рад, что ребята правильно эту ситуацию восприняли, и правильно восприняли информацию про соперника. Старались, много было сегодня удалений, но может быть это от большого желания, где-то отобрать шайбу. И у нас сегодня и вратарь, и спецбригады, и меньшинство здорово сыграли. И в свою очередь мы реализовали большинство, все это привело к тому результату. Много игроков, опять же, из молодежной команды, мы сегодня взяли, посмотрели. Довольны всеми в плане самодачи, исключений в этом плане нет. Сегодня матч нереализованных моментов, все большинство слабо сыграли, откуда должны были черпать, и отсюда поражение. Из Омска Буран переехал в Новокузнецк. В первом круге Металлургу воронежцы проиграли со счетом 3-4, хотя по ходу той встречи уступали 0-4. А вот в гостях наши хоккеисты были разгромлены с теннисным счетом 1-6. Заметим, что первыми цель в этом матче поразили подопечные Крамаренко на восьмой минуте. Хозяева потеряли шайбу, Дмитрий Возовик убежал с ней к воротам Владислава Сухачева и отправил Каучуковый диск ему за спину. Однако интрига прожила недолго. Дальше меняли цифры на табло исключительно новокузнечане, хотя в конце второго периода наши хоккеисты минуту имели на льду преимущество в два игрока. Восстановил паритет один из фаворитов высшей лиги на 15-й минуте. После точного броска Максима Китцина, лидер Металлурга в поединке с Бураном оформил покер. Причем Китцин стал самым возрастным в истории высшей лиги автором четырех голов в одном матче. Максимом на тот момент был 31 год, один месяц и 17 дней. Также дважды преуспел в атаке Артур Болтанов. Он оформил дубль в заключительный третий матч с интервалом в 6 минут. Благодаря победе над Бураном Металлург официально оформил выход в плей-офф. Новокузнечане подтвердили статус самых результативных в регулярке нынешнего сезона. По самодаче нет претензий к ребятам. Сегодня и счет не отражает уровень игры, и преимущество соперника счет не отражает. Отражает уровень мастерства соперника. Поэтому ребята старались, отдавались, как умели, могли и выполняли задания. Но еще раз, в мечте пропустили голове и на подставках, на пятаке немножко лучшая будет, доглядели. Уровень мастерства, он сказывает, радует, что функциональные не были слабее тоже. Не сдавались, отдавались до конца. Хоть и счет был такой, но до конца бились, играли, старались. Не смогли обыграть воронежцы в гостях и красноярский сокол, хотя сопротивлялись наши парни достойно. По сути, первый же бросок по воротам хозяев обернулся голом. На четвертой минуте Павел Макаренко вывел Бурана вперед. На старте девятой минуты красноярцы отыгрались. Ошибкой защитника воронежцев воспользовался. Бывший игрок нашей команды Кирилл Слепец и паритет восстановил. Ну а ближе к первому перерыву за подножку на две минуты лед покинул экс-капитан Бурана Алексей Князев, чем помог ураганам снова оказаться в лидерах. Большинство реализовал Егор Дугин. Впрочем, Князев в этом поединке реабилитировался сполна. Во втором периоде он вместе с еще одним нашим старым знакомым Константином Майоровым стал соавтором двух голов, причем в большинстве. На 28-й минуте каучуковый диск за спину Егору Вильмакину послал Богдан Потехин, а за две минуты до перерыва Максим Минеев сделал счет 3-2. При этом на старте второго игрового отрезка Забуран сыграла штанга. Заключительная треть матча началась с быстрого гола Князева на 73-й секунде. Он убежал на рандеву с Вильмакином и увеличил отрыв Сокола до двух шайб. Четыре минуты спустя с интервалом в 35 секунд соперники обменялись результативными атаками. На гол Александра Тарасова оперативно ответил Дугин классным дальним броском. Ну а точку в этом поединке поставил Евгений Аксентюк, расписавшись в уже пустых воротах воронежцев. Итог 6-3 в пользу Сокола. Проиграли второй период, причем проиграли сами себе в очередной раз, где должны были, там смену должны были накладывать, неправильная смена. Мы шестером от 6-го выпустили, где неправильная смена, где все должно было, ну простая ситуация, детская ошибка. На таком уровне люди не должны такие ошибки допускать. Детская ошибка раз. Демидов не выводит удаление два. Все, отсюда все удаления. Соперник все забил голы с удаления. Простые броски. Мы сегодня худшая игра у нас в меньшинстве, не дошла в створ, она все залетела. Все, проиграли игру. Это марафон. Мы продолжаем подводить спортивные итоги минувшей недели. В Казани состоялись единые игры специальной олимпиады для спортсменов с ментальными нарушениями. Причем на этом турнире медали разыгрывались параллельно и в зимних, и в летних дисциплинах. В Татарстан съехалось более двух тысяч спортсменов, тренеров и сопровождающих из 59 регионов России и Беларуси. Воронежские спортсмены в Казани стали обладателями сразу 29 наград. Отличный результат. Среди дзюдоистов чемпионами и призерами соревнований стали Никита Попов, Татьяна Савина, Данил Дубовик, Виктория Полякова. В турнире гимнасток-художниц отличились Екатерина Федотова и Татьяна Свиридова. В бассейне не было равных Алине Ломакиной, Кристине Гараниной, Илье Алехину. В лыжах были неотразимы Константин Волков, Ольга Черникова, Дарья Беляева и Андрей Востриков. Ну а горнолыжные склоны покорили Дарья Васильконова, Дмитрий Чурилов и Лилия Тухватулина. Подвести итоги турнира в Казани мы решили с наставниками нашей горнолыжной команды Ольгой Гопиенко и Денисом Жгаевым. Ольга, давайте начнем с вас. Вы как никто понимаете и изнутри в том числе, как устроены эти специальные игры. Вот можно ли сравнить нынешний турнир с теми, что были вот в прошлые годы? Чем удалось отличиться Казани на сей раз? В этот раз это было уже подготовлено и с нашей стороны, и мы знали, куда мы едем, и детей мы везли подготовленных. Хотя вот из-за того, что Денис как раз рядом, он не даст мне соврать, у нас каждый раз в баталии, кто поедет из детей. И у нас прямо битва такая, кому следует ехать, а кому следует еще готовиться. Вот в этот раз ребята победили. И не зря, совершенно не зря, потому что, глядя на уровень старта, откуда дети едут, откуда они едут, с какой подготовкой, я была так счастлива, что они настояли на своем. Почему? То есть что там было такое? Потому что поехали именно подготовленные дети, и когда в первый раз мне говорили о том, что в любом дивизионе можно выступить, и даже очень тяжелые дети могут туда ехать, это не касалось ни тогда горнолыжки. Не сейчас я это поняла еще больше, потому что ребенок однозначно должен ехать самостоятельно. Если он упал, он должен встать сам. Понятно, что есть нюансы, которые там могут происходить, но по правилам так. И это вообще очень важно, потому что всякое может случиться, и самое главное – это безопасность детей, а не какие-то их достижения. Честно говоря, видя разные истории, так как я была судьей на старте в этот раз, был один мальчик, который довольно, я не скажу, что он тяжелый, но он совершенно не хотел съезжать прямо с самого начала. И мы там в судейской своей бригаде разделились во мнениях, что все-таки лучше – настоять на своем и все-таки его отправить со старта, превозмогая самого себя, или все-таки его было бы туда и не привозить, чтобы не испытывать этот стресс. Ну вот в первый день мы решили, что лучше было бы не привозить, а во второй день как бы с уровня попроще он совершенно спокойно поехал сам, просто подработав стартовую площадку. Поэтому ответа нет, надо пробовать, во всем нужно пробовать. Денис, ну про подготовку тогда несколько слов. То есть готовились ехать за победой или участие? То есть вот как ребят настраивали? Ну, в первую очередь для меня как тренера была главная их безопасность. То есть я уделял внимание в первую очередь тому, чтобы они самостоятельно спускались, тому, что они могли бы на больших скоростях самостоятельно остановиться в экстренной ситуации. И, конечно же, при падении встать и продолжить движение. Ну и, соответственно, безопасно упасть. Это была первая для меня задача. Это безопасность и здоровье моих детей. Ну и в последующем уже, следующее, это, конечно же, результаты, скорость, правильное прохождение трассы. И к этому, вот по этим пунктам конкретно я и готовил, и отбирал своих детей. То есть у нас поехали 4 человека, в которых я был уверен, что в экстренной ситуации на больших скоростях они смогут остановиться самостоятельно, смогут законтролировать ее и обезопасить и себя, и окружающих. Чтобы не врубиться ни в кого, и самим не упасть, и не уйти за край трассы, за оградительные сетки. То есть это в первую очередь мои были задачи. Ну, я считаю, что я с ними справился. Мои дети не пострадали, все приехали живыми, здоровыми. И, соответственно, даже с наградами, с медалями заняли места, победили. Можно так сказать. А какие-то были старты перед Казанью? То есть где-то подготовиться, проверить свои силы или в основном внутри работали? Мы работали внутри, у нас старты были, наши старты, которые мы организовывали, свои соревнования мы организовывали. Это были и прошлый год. И этот, получается, и плюс на тренировочном процессе я постоянно старался поставить приближенное к тем условиям, какие были в Казани. То есть чтобы дети могли попробовать себя и на трассе, приближенное, похожее с тем, что было в Казани. Чтобы создать условия того турнира. У детей нарастало волнение? Это чувствовалось? Или вот как дети реагировали, что вот неделя до вылета, там, два дня, один? На самом деле, сама просто поездка для детей была уже, ну, не напряжная, скажем так, а волнительная скорее. Многие родители детей уже заранее готовили неделю, за две, за три, за месяц к тому, что мы поедем, мы там будем участвовать, мы там будем находиться. И, соответственно, из-за этой подготовки, подготовки со стороны родителей, и я постоянно об этом говорил, дети уже были, в принципе, готовы к тому, что мы поедем и там будем участвовать. И в первый день тренировок как такового волнения или же дискомфорта дети не испытывали, они сразу же встали на лыжи, сразу же поехали, сразу же были счастливы тому, что это новое место, новый склон, это гора. Много снега. Много снега, да, очень дети хорошо на это среагировали. И, соответственно, как такового волнения сильного и не было, можно сказать. Ольга, самый банальный вопрос. Вот на этих соревнованиях главное участие или все равно дети приезжают за победой? Я все-таки считаю, что главное участие. Но победа имеет мотивационное значение для всех, и эти дети не исключение. Потому что те, кто приезжал в прошлый раз и те, кто приехали в этот, они уже точно знали, что такое чувство, когда ты сходишь на пьедестал. И даже если у них нет такой обратной связи, как у нормальных детей, получить медаль все равно хочет каждый. И говорят об этом они все равно. И, конечно, им, безусловно, приятно это получать. Но, конечно, когда ты стоишь на стартовой площадке, я это чувствую. Им главное проехать. Потому что никто не знает, он будет первый, второй, третий или пятый. Но проехать – это самое главное. Не упасть желательно. И надо отдать должное. Вот у нас не ездил второй наш тренер Иван, ну, просто потому, что так получилось. Но его подопечная как раз Даша Василиконова, которая была в прошлый раз, которая поехала в этот, она, наверное, была единственной участницей, которая упала перед финишем, встала и поехала дальше. И Даша привезла две золотые медали и одну бронзовую, по-моему. Да, хотя в прошлый раз, она, помню, привезла не одну медаль. Одна она была, и два раза она не получила медаль. Мне попался как раз недавно, я собирала информацию, ее ролик, который она сама записывала на прошлых стартах. И ее пожелание было – приезжайте сюда, привозите медали, много медалей. И это было так знаково, когда я это посмотрела уже по окончании соревнований, потому что думаю, вот, Даша, смотри, то, что ты хотела, ты воплотила в жизнь. И это важно, потому что мы это видели уже второй раз. До этого мы это четко проследили в Пензе на стартах по роликам, когда девочка, которая плохо выступила в предыдущий раз, приехала в этот. И сначала вроде тоже не очень от страха, но потом проехала замечательно. Это придает им внутреннюю мотивацию и придает, конечно, надежду и счастье в глазах их родителям. Это самое важное. Хорошо. А у тренеров медальный план был, то есть вот вывезли детей. То есть вы себе ставили какую-то программу минимум, программу максимум? Ну, наверное, Денис не даст мне соврать, я никогда не ставлю им медальный план. Наша задача – хорошо выступить. И по мере подготовки дети уже покажут результат, насколько они попали в нужном дивизионе, как бы в какой уровень. Поэтому задача была выступить красиво, хорошо, правильно, спортивно. Сказать, что мы хотели привезти, собрать все золото – нет, у нас не было такой задачи. Ну, тогда по факту. То есть это твердая пятерка. Или вы тоже не хотите вот так расставлять оценки своему выступлению в Казани? Я расценивала, когда сама себе задавала вопрос, довольна ли я поездкой, я могу только сказать, что я довольна поездкой. Все. У меня нет как бы оценок 5 баллов, 4 балла, 3. Ну, по большому счету, это всего лишь вторая горнолыжная поездка в нашей жизни. Я рада, что все дети смогли реализовать себя, кто туда поехал. Каждый встал на старт и совершил вот этот подвиг над собой, потому что с учетом моего личного начинающего опыта, кроме того, что они стартовали на уровнях, они помимо этого еще тренировались в другой обстановке, на других трассах. Ну, так вот я хочу с гордостью сказать за наших детей, что они проехали там под руководством Дениса, где я не поехала. И это тоже важно, потому что это надо понимать, только надев лыжи и глядя вниз. Вот. Так что... Роль тренера вот на таких соревнованиях гораздо важнее, наверное, чем вот в привычном большом спорте. Я думаю, да, наверное, большая часть на тренера ложится. Если в обычном спорте тренер может снять на спортсмена некоторые моменты, например, прохождение трассы, где спортсмен сам смотрит, где он может, где какой поворот ему сделать, где присесть, наоборот, пристать, то здесь это ложится на меня. Я уже объясняю детям. Здесь надо начать поворот, здесь надо вот так вот пройти, здесь надо чуть-чуть, может, притормозить, здесь наоборот надо набрать скорость, здесь уже надо работать палками, если скорость снизилась сильно. То есть это все ложится уже на меня, и я должен эти моменты подмечать и уже своим спортсменам объяснять, где им как быть. Вот. Наверное, чуть больше. А с психологической точки зрения, что тренер должен говорить детям перед стартом? Знаете, у меня было 4 человека, и каждому я объяснял все по-разному. Это настолько индивидуально, потому что одним надо одними словами объяснить, другому другими словами. Кому-то может даже не объяснять, а просто пальцем показать, где и как. Или же вместе с ним взять его рядом с собой и проехать, чтобы он понял, где и как проезжать. То есть здесь общих слов для всех нет. Тут надо каждому подходить и каждому уделять время, и каждому по-своему объяснить, чтобы понял. Для каждого надо найти ключ, мотивацию какую-то. И если это сделать, действительно можно получить таких результатов, которых даже не мечтаешь и не ожидаешь. А вообще, Ольга, вот если посмотреть на весь срез детей не только нашего региона, а всех участников, вот глаза горят, в них страх, удивление, восхищение. Что происходит с детьми на таких соревнованиях крупных? Я не могу сказать, что у них в глазах страх. Но волнение есть. Волнение есть. И здесь как раз я добавлю к предыдущему вопросу свой взгляд со стороны. Что было важного? И это была единственная черта, которую Дениса со всеми детьми объединяла, как тренера. Он излучал спокойствие. Вот на детей он излучал спокойствие. И только когда они все уехали или у нас закончились старты, было понятно, насколько сильно он волновался внутри сам. Но его настрой внутренний, эти дети, да, они особенные. Мы не будем говорить, что они уже как нормики, хотя они к этому приближаются. Но они настолько считывают твое состояние. У нас была одна история, которую мы обсуждали дружно в чате, несмотря на то, что Ваня был далеко от нас, как бы Денис был близко. Мы вместе обсуждали, что мы будем делать в этой стрессовой сложившейся ситуации, как из нее выходить, чтобы девочка максимально хорошо выступила. А для этого мы хотели, чтобы она максимально спокойно проехала трассу, потому что технически она была подготовлена. И вот Денис как бы на нее оказал такое спокойное, позитивное влияние, которое ее уравновесило. Ваня добавил ей эмоции и веры в себя. Ну, а я, наверное, просто создала антураж. И все получилось, и она у нас самая главная медалистка и оказалась. Но все равно по атмосфере это был больше праздник, чем соревнование. Я думаю, да, потому что организаторам надо отдать должное. Они подготовились очень хорошо, организовав в этот раз программу, еще и музыкальную. И несмотря на то, что звук, конечно, был очень громкий для таких детей, в общем и целом это добавило разнообразие. Все эти анимационные штучки, которые дети любят, потому что все равно это дети. Даже если нашим самым старшим участникам 24 года и 22, все равно им нравится куда-то выезжать, видеть, что им рады, что их ждут, что их обнимают, встречают. И они попали в праздник. И после этого состояния они пошли как раз уже на стартовые выступления на следующий день. С погодой повезло? Нам повезло с погодой? Отлично. Погода была на этот раз прям великолепная на самом деле. Там один единственный день было, конечно, чуть холоднее, чем хотелось бы. Но в целом очень хорошая погода была. Мы все вспоминали прошлый год, когда все закончилось, когда было тепло, потом был ливень, потом ударил мороз, а когда в этот раз все шло относительно гладко и ровно, и уже наличие солнца и просто отсутствие солнца. Да по сравнению с прошлым разом все идеально. В этом году ведь летние виды спорта соседствовали с зимними. Вы как-то это почувствовали? Или по большому счету, как вы соревновались на горнолыжке? А что там дальше не особо вас касалось и интересовало? Ну, было именно так. Мы, по-моему, варились в своем кругу зимних видов спорта – сноуборд и горные лыжи. Ну, а контакт с представителями нашими воронежскими дзюдо, плавание? То есть узнавали, как вы нас упили? Это просто коснулось Дениса, потому что он ехал вместе с ребятами в одном вагоне, вместе с нашим руководителем Пал Юрьевичем Королевым. И Пал Юрьевич приезжал к нам на награждение, так удачно попал. Еще и мы на пьедестал вошли, поэтому у нас полностью было взаимное сотрудничество, понимание и старались успеть друг другу в нужной ситуации. То есть вот эта работа на команду, она была или все-таки это не та история? Ну, знаете, из-за того, что была разница в том, где мы живем, и где у нас проходили соревнования, и где у других групп были соревнования, ну, мы, конечно, переписывались, в общий час всегда были все прописаны, кто что где занял, как прошли соревнования, но все равно мы как бы были больше обособлены, наверное, чем все остальные. Все остальные были группой, и уже когда мы пересеклись на поездке назад, мы там уже все поделились эмоциями, впечатлениями, там уже было другое. Это теоретическая как бы особенность, поэтому нельзя горнолыжку перенести возле Казани Экспо или в деревню Универсиады. Точно так же, как и другие виды спорта к нам. Да. Все-таки эти соревнования, они как Олимпиады, должны быть там раз в два, раз в четыре года, либо же для таких спортсменов хочется, чтобы вот такие большие старты проводились чаще. Как правильнее, как вам кажется? Ну, я думаю, мы с тобой совпадем. Я думаю, вы почаще, потому что... Раз в год это, ну, как бы я считаю, это прям было бы идеально. Потому что даже проводя у себя раз в год старты по горным лыжам и старты по роликам, мы участили старты по роликам, ну, потому что погода позволяет, и у нас регион все-таки не горнолыжный. Поэтому в идеале бы два раза в год проводить старты по горным лыжам было бы хорошо. Но для того, чтобы их проводить два раза, нужно и этап подготовки, соответственно, удлинять, и наличие снега тоже должно присутствовать. Поэтому у нас можно также оставлять один раз, и один раз на выезд было бы шикарно. Ну, и то, за что я не устану говорить, что этим детям нужна такая же подготовка, как обычным спортсменам, им нужны выездные сборы. Ну, и, собственно говоря, мы к этому выводу пришли, и сейчас над этим работаем. Ну, вот как раз-таки хотел спросить про сбор. А подвижки есть? Ну, вот прямо сейчас они происходят. Поэтому это, наверное, уже будет другая история, следующий сюжет, по тому, как у нас все получится, как мы это отработаем, и что мы из этого тоже увидим. Это Минспорта? То есть кто отвечает за подготовку таких ребят? За подготовку таких ребят отвечают тренеры благотворительного фонда «Путь к мечте». То есть какой-то такой централизованной программы не существует в нашей стране? Пока мы над этим работаем, ну, наверное, больше я, соответственно, но получается, как получается, и жизнь не стоит на месте, я не могу это все оставить, пока у нас не примется какая-то глобальная программа. Ну, для того, чтобы она принялась, работа внизу тоже должна быть проделана. Поэтому все, что мы сейчас озвучиваем вам относительно наших планов и выездных сборов, это чисто наша инициатива, которую мы сообща решили притворять в жизни. Но о том, что из этого получится, мы расскажем потом. Но подождите, я видел на соревнованиях ту же Виальбе, то есть это функционеры топ-уровня, то есть на полях вот этого турнира не происходило такого обмена мнениями и пожеланиями? Ну, надо сказать, что Виальбе – это же федерация беговых лыжей. Ну, я понимаю, я имею в виду... Но, тем не менее, они выступали в другом. Да, все равно уровень людей, которые там присутствовали, он ведь очень высок. Согласна. Ну, как-то так вот у нас Воронежская область, наверное, не считается приоритетным регионом в горнолыжном спорте, может быть, поэтому. Поэтому пока не складывается как-то через Минспорт подготовить как бы нужный уровень для таких детей в плане тренировок, выездных соревнований, соответственно, и выездных сборов. Ну, что уж тут говорить, у нас даже обычные дети-горнолыжники, которые нам помогают, составляют нам инклюзивное общество уже 4 года, они тоже в основном существуют как частная школа. К хорошему. Как встречали детей здесь в Воронеже, устроили им праздник, честование? Как обычно происходит у вас? Ну, на поезде встретили, а дальше, честно говоря, тренер поехал отдыхать. Потому что из-за большого очень напряжения, я, честно говоря, эти соревнования провел, очень волнительно мне было. И я просто уехал домой и лег целые сутки и проспал. И спортсменам дали отдохнуть? Учитывая, да, конечно, что состояние тренера у нас тоже превыше всего, здоровье и безопасность не только спортсменов, но и всего персонала, который с ними работает. Мы посовещались и решили, что мы устроим поздравление детям именно на вокзале, как вот первые эмоции от возвращения на родину. А дальше у них, во-первых, продолжается тренировочный процесс, потому что по результатам того, как мы съездили, нас пригласили на соревнования на более высокий уровень в Белорецк. Это уже по направлению Федерации ЛИН. Соответственно, детям расслабляться некогда, им нужно готовиться. Но в процессе этого пути, я думаю, что мы где-то устроим мероприятие, которое будет даже не столько чествовать их, сколько объединять, сплачивать и настраивать на командную работу. Ну и тогда про эти соревнования расскажите. Когда состоятся? С 14 по 18 марта. То есть хватит времени для того, чтобы вернуть форму? Я думаю, да. Я даже надеюсь, что мы еще кого-то добавим на эти соревнования. Вообще, если, грубо говоря, конкурс существует, то есть сколько у вас спортсменов, сколько ребят на подходе, а сколько вот уже готовы выступать? То есть повезли 4. Да. Сколько, грубо говоря, кандидатов было? Предполагали, что повезем 10. Как бы в процессе подготовки, так как у нас снег выпал уже намного позже, чем, может быть, нам бы хотелось, оказалось, что лучше нет. Как бы троим спортсменам еще предстоит тренироваться. Ну а трое спортсменов у нас выбыли по причине болезни. Потому что грипп, он как бы оказал свое плохое влияние на состояние здоровья. И опять же, последнее слово все равно было за тренерами. Кого они готовы подготовить и что они об этом думают. И заключительный вопрос. Вот такие ваши успехи на таких соревнованиях, это можно рассматривать как некую рекламу вашего движения? Или все-таки там не столько на результаты смотрят родители таких детей, когда отдают вам на занятия? Мне сложно сказать, потому что мы начинали эту историю, и, в принципе, мы ее и продолжаем в направлении улучшения здоровья детей. И я не устану говорить, что в основе того пути, который мы уже прошли, и куда мы идем дальше, все равно идет комплексный подход к созданию комплексных условий выздоровления ребенка. Медали оказались побочным эффектом в этом процессе. Но это мое видение. Слово такое немножечко негативное, да? Да. Ну, может быть, ну, приятным, как бы, таким моментом, который, конечно, наверное, многих привлекает гораздо больше, чем даже перспективы выздоровления, только потому что они в это не верят. Ну, как бы, моя задача, как руководителя, сделать именно это комплексное обслуживание детей на уровне содержания лучших сборных России, причем нормальных. А уже, как бы, у тренеров своя задача, исходя из особенностей детей, готовить их. Ну, и главное, меня вовремя, как бы, оттормозить, чтобы я не всех, как бы, туда готова была вести, просто потому что, ну, вы посмотрите. Потому что для меня большое значение имеет детям почувствовать командный дух, даже если они не очень хорошо выступят. А для тренера, конечно, это показатели. Они этим очень дорожат, что все-таки выступление имеет значение. Ну, как бы, Денис и сам за себя скажет. Выступление имеет значение. Но значение, опять же, повторяюсь, это по поводу безопасности. Потому что, ну, горнолыжный спорт – это экстремальный вид спорта. Он очень опасен, травмоопасен. То есть, насколько бы не хотелось нам вести всех детей, ну, не все готовы просто к этому на самом деле. Потому что, может быть, случится так, что праздник станет не праздником далеко. И моя задача – увидеть это. И, в первую очередь, подготовить максимально. Но если это не получилось, то, соответственно, уже объяснить, почему ребенок в данный момент, ну, не может поехать, да. Поэтому готовлю максимально прикладываю усилия. А там мы уже смотрим по срокам, как у нас получается, не получается у детей. Могут ли они действительно пройти тот минимальный уровень подготовки, который требуется для данных соревнований или нет. Ну что, еще раз вас поздравляем с достойным выступлением. Спасибо. Чтобы, несмотря ни на что, медалей было все больше и больше, от турнира к турниру, воспитанников было все больше и больше. И самое главное, чтобы результат вашей работы, он оставался на лицо, как сейчас, так и дальше. Ну и за это интервью тоже отдельное спасибо. И вам спасибо. Спасибо, Иван. Далее, пару слов скажем о борьбе в Красноярске разыгранной медали международного турнира на кубок двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина. В соревнованиях приняло участие больше 400 спортсменов из 12 стран, в том числе из Греции, Турции, Сербии, Ирана и Монголии. Среди женщин весовой категории до 65 килограммов третье место заняла наша Мария Лачугина. В первом круге она очень уверенно за счетом 11-0 расправилась с ОТГРЛ РДН МОЧИР из Монголии. Однако в четвертьфинале на туше проиграла москвичке Златославе Степановой, победительнице первенства страны и будущей чемпионке этих соревнований. Несмотря на поражение, Мария продолжила борьбу и далее уложила на лопатки Наталью Федосееву из Кемеровской области, чем гарантировала себе место в схватке за бронзу. В малом финале воронежской спортсменке снова не было равных. Она со счетом 8-0, причем вновь на туше победила Арину Наумову, также представляющую Кемеровскую область. Тем временем в Воронеже разыгрывались медали чемпионата и первенства Центрального федерального округа по УШУ. Соревнования эти наш город принимал уже не первый раз, но по количеству участников нынешний турнир получился рекордным. В столице Черноземья собралось несколько сотен ценителей этого уникального вида спорта. Естественно, борьба за награду была жаркой, но воронежцы не подвели и порадовали своих тренеров целой россыпью завоеванных медалей. Итоги турнира в репортаже Ольги Шповаловой. Три ковра и два дня соревнований. Программа чемпионата и первенства Центрального федерального округа была расписана с утра и до самого вечера. В первый день в центре внимания было современное УШУ-Таулу, во второй – традиционное или кунг-фу. За медали на этом турнире боролось больше 400 участников, которые представляли семь регионов. Мне кажется, что тут повлиял период, когда мы сидели на карантине. И большинство спортсменов, так сказать, изголодались по выступлениям, соревнованиям, ну и по тренировкам. Поэтому после такого небольшой паузы и отката новый как бы прилив, новая волна любителей УШУ. Впрочем, в такой конкуренции бороться за медали турнира вдвойне приятнее. Ведь цена наград возрастает в разы, а соперники не дают расслабиться. В принципе, это гораздо легче, потому что настрой меняется полностью, когда у тебя сильные соперники. И хочется занять, конечно же, первое место. Конкуренция сильная, соперники приехали, правда, очень трудные, из разных областей. Спасибо большое им за участие. Артем Николаев – победитель прошлогоднего первенства страны. На минувшем турнире он в очередной раз подтвердил свое высокое мастерство. Артем четыре раза выходил на соревновательный ковер и во всех упражнениях стал первым. Этот чемпионат прошел очень хорошо. Я понял, что я готов показывать еще более лучшие результаты и настроен на ближайший год. Особенно многочисленными получились соревнования среди спортсменов 9-11 лет в современном УШУ. Здесь в каждой категории выступало не меньше 30 человек. Впрочем, в старших возрастных группах соперников тоже было более чем в достатке. И в каждой команде, приехавшей в Воронеж, было с кем посоревноваться и у кого поучиться. Каждый регион, ввиду, возможно, своего специалиста, может быть, из Китая или тренеров, которые стажировались и учились у разных мастеров, он силен в различных дисциплинах. Поэтому в целом каждый регион силен разными видами программ. И тем интереснее соревнования. Все пытаются сначала обеспечить хороший результат в своих излюбленных дисциплинах, ну а потом уже бороться во всех остальных. В этом году многим спортсменам выступать было тяжелее, чем раньше. Связано это с тем, что теперь переход в следующую возрастную группу осуществляется на год раньше. Федерация УШУ России начинает свое движение в сторону Азиатской Федерации. Ну а конкуренция в Азии и конкуренция в Европе – это немножко, конечно, разные вещи. И технический комитет и президент Федерации УШУ России готовят себе хороший резерв спортсменов. Поэтому нам приходится чуть-чуть раньше им давать усложненную программу. У гостей соревнований просто глаза разбегались. Хотелось уследить за всеми спортсменами. На каждом из ковров можно было увидеть какую-то изюминку в исполнении участников. То, что УШУ все возрасты покорны, подтвердили на этом турнире Екатерина Лютинская и Анастасия Волкова. Мама и дочка занимаются одним и тем же видом спорта. Причем Екатерина пришла в УШУ вслед за ребенком. УШУ – очень интересный вид спорта. Развивает гибкость, выносливость. И когда ребенок начал заниматься, я увидела, насколько это красиво. И плюс еще раз бутает голова. Когда появилась такая возможность, Юрий Владимирович Белов предложил заниматься в группе у него взрослых. Мне очень это нравится. Екатерина стала заниматься УШУ пять лет назад. Когда начала разбираться в особенностях этого вида спорта, стала больше переживать за выступление дочери. Ну, уже как бы видишь, какие-то минусы, плюсы. Ты уже понимаешь, что делать. Просто многие родители, которые приходят на соревнования, и говорят, ну, я не понимаю, вот какой вид, как называется, что вообще происходит. Вот, что это такое. Вот, а тут уже как бы ты понимаешь, и уже в теме, и даже как-то немножко гордишься собой перед другими родителями. Зато теперь она с дочкой разговаривает на одном спортивном языке. Особенно, когда обсуждают выступления друг друга. Мы довольно часто разговариваем. Вот, мне очень нравится, что моя мама тоже занимается УШУ, потому что она может сказать мне мои ошибки, тоже поправить меня, посоветовать что-то. Екатерина признается, эмоции от занятий УШУ просто непередаваемые. А не так давно она стала выступать на соревнованиях, так что в будущем медали будет завоевывать не только дочка, но и мама. Моя цель была победить страх, да, потому что я как бы на соревнованиях только второй год принимаю участие. Пока как бы в призы еще не вхожу, но вот страх перебороть, вот это очень сложно, когда волнение начинает трястись руки, ноги. Вот, а ну, я думаю, что со временем как бы я преодолею. То есть сегодня мне уже было легче, то есть я что хотела, получила. Примерно с такими же целями выходил на ковер турнира доктор физико-математических наук, профессор кафедры прикладной математики и механики Воронежского государственного технического университета Павел Маскалев. В этом году ему исполнится 50 лет. Прежде всего преодолеть себя, это самое главное, выходя на ковер. Войти в круг, выйти на ковер, это самое серьезное испытание, потому что свое собственное волнение, привести себя в нужное состояние, не сбиться при выполнении запланированной какой-то формы движений. Айдзи – это, в общем, внутренняя работа, работа со своей внутренней энергией организма. И это действительно очень хорошее ощущение. Я всегда считал, что мне не нравится волноваться, но здесь неожиданно понял, что и это бывает неожиданно приятно. Павел Валентинович пришел в УШУ по стопам сына. Тот уже бросил заниматься, а вот отец продолжает. Говорит, благодаря УШУ ощущает себя моложе. В процессе занятий научной работой, особенно серьезной научной работой, такой интенсивной, у меня это совпало с подготовкой докторской диссертации. Он внезапно заметил сам для себя, что здоровье начинает шалить. Первые три года, сразу скажу, было тяжело. И сейчас непросто, но вот то ли упрямство, то ли желание что-то доказать самому себе. Ну, в общем, задержался. Ну, теперь вот в этом году, в прошлом году дорос до соревнований. В спортивный зал на занятия УШУ Маскалев приходит уже порядка шести лет и бросать не собирается. Занятие УШУ – это совершенно классная штука. В общей оздоровительном плане, в плане тонуса, в плане улучшения кровоснабжения, всего организма, мозга и так далее. Память улучшается. Высокий уровень подготовки показали в традиционном УШУ сестры-близнецы из Московской области Алена и Ксения Барабановы. Главные медали девочек в спорте еще впереди, но они к ним идут очень уверенно. У меня была болезнь, и врач посоветовал мне дыхательную гимнастику. Как раз в школе проводился набор в УШУ, и я втянула с собой сестру. И вот сейчас мы уже как четыре года занимаемся УШУ, и нам очень нравится. В Воронеже спортсменки показывали комплексы с оружием и без него. В результате Алена завоевала серебряную награду в подражательных стилях. Она показывала стиль богомола, а Ксения стала первой в северных стилях и замкнула тройку сильнейших в комплексах с длинным оружием. Я оценю свое выступление хорошо, потому что я справилась с поставленными задачами. Первая моя задача была показать себя и тренера, как он меня учил, как он меня обучал. Завоевав медали соревнований в Воронеже, сестры гарантировали себе участие в апрельском первенстве России. Стоит отметить, что путевки на этот турнир, а также на взрослый чемпионат страны получили все победители и призеры ЦФО. Наших спортсменов среди них немало. Хозяева соревнований среди юниоров завоевали 79 золотых медалей, 61 серебряную и 54 бронзовых. А вот среди взрослых воронежцы стали обладателями 14 наград высшей пробы, а также 10 серебряных медалей и 7 бронзовых. Ну и еще один репортаж из центра Гран-при. Там в воскресенье наконец-то открылась школа спортивной гимнастики Ангелина Мельниковой. Сама она впервые пришла на тренировку в школу Штукмана только в 6 лет. А вот в школе ее имени на занятиях можно увидеть даже малышек, которым всего полтора года. Пока тренеры ограничились набором в 150 детей. Но, конечно, желающих заниматься гораздо больше. Потому Ангелина пообещала со временем открыть дополнительные группы. Будем обязательно следить за успехами Мельникова уже в качестве руководителя школы. Ну а пока посмотрим, как прошла церемония открытия. Над этим проектом Ангелина Мельникова работала долгих 9 месяцев. И вот в начале 2023 года, можно сказать, на свет появился ее первенец – школа спортивной гимнастики. Причем реализовать этот проект олимпийская чемпионка и абсолютная чемпионка мира решила не в Москве, где сейчас проводит большую часть своей жизни, а в родном Воронеже. Открытие школы стало возможным благодаря гранту в 5 миллионов рублей в рамках социального спортивного проекта с олимпийскими чемпионами конкурса «Образ будущего». Я чувствую гордость, наверное. И у меня были даже сегодня такие мысли в голове. Боже, Геля, когда ты успела школу открыть? Все так быстро летит. Вот эта неделя, в которой мы готовились с девочками, в сумасшедшем, правда, графике, она у меня совершенно незаметно пролетела, как один день. И я надеюсь, что сегодня получился большой праздник для детей. Торжественную церемонию открытия посетили наставники Мельниковой по школе Штукмана Наталья Ишкова и Сергей Денисевич, старший тренер женской сборной России Ольга Булгакова, чемпионка мира среди юниоров, обладательница Кубка России Яна Ворона, а также руководителем департаментов спорта города и области. Для региона подчеркнул Дмитрий Соборев. Открытие школы Ангелины Мельниковой – событие знаковое. Очень отрадно, что действующие олимпийские чемпионы, понимая необходимость подготовки юного потенциала, начинают создавать такие спортивные объекты, как школа гимнастики Ангелины Мельниковой. Безусловно, данный подход к такому вопросу позволит сформировать потенциал юных спортсменов и изначально отбирать уже спорты подготовленных, одаренных, имеющих предпосылки для занятия данным видом спорта детей. Я уверен, что данный подход позволит нам в дальнейшем воспитать еще не одну плеяду чемпионов, которыми будет гордиться Воронежская область. Право перерезать красную ленточку, конечно же, доверили самой Ангелине, после чего состоялись показательные выступления юных воронежских спортсменов. Поздравить Мельникову с открытием школы пришли воспитанники гимнастической школы Штукмана, футбольной академии «Факел», танцевальной студии «Коннект» и клуба «Акроспорт». Вы знаете, это такой длинный путь, он сложный, но лететь в ракете, управлять ракетой – абсолютно разные вещи. Вот быть спортсменом и тренером – это, конечно, кардинальная противоположность. Я желаю процветания и, конечно же, хочется пожелать, чтобы воспитанники Ангелины были не как Ангелина, а еще лучше, чем Ангелина. Потому что вот так принято, что хороший тренер воспитывает еще более лучшее поколение. И, конечно, хочется пожелать, чтобы воспитанники непременно побывали на Олимпиаде. Занятия в школе Мельниковой официально начались с понедельника, но уже на церемонии открытия состоялась первая импровизированная тренировка воспитанников. Всего за 4 дня удалось набрать 10 групп по 15 детей. Желающих было, конечно, гораздо больше, но пока пришлось ограничиться набором в 150 юных воронежцев. Это показатель того, сколько детей хотят заниматься спортом. И я недавно разговаривала с человеком, совершенно сторонним, он говорит, а у нас в Воронеже проблема на самом деле спорта какого-то, ну, детского в Воронеже. А я как бы об этом не знала, и так здорово, что случайно так совпало, что мы открываем школу, поэтому вот столько детей желающих. Работать в школе Ангелины Мельниковой будут с детьми от полутора лет и до 11. Они очень разные, с разными физическими возможностями, но каждый уже в столь юном возрасте мечтает стать олимпийским чемпионом. До этого, правда, еще очень-очень далеко. Сначала нужно впустить в свою жизнь спорт и всей душой его полюбить, как бы тяжело не было на тренировках. Тренировки в игровой форме, то есть у нас все проходит в игровой форме, мы учимся играть, при этом все это осуществляется в подвижных играх. Самая главная задача для самых маленьких детей – это не навредить. Мы будем повышать уровень физической подготовленности у детей, и мы бы хотели, чтобы дети почувствовали, каково это быть гимнастом. Научились владеть своим телом и также стали здоровее и сильнее. Тренировать юных спортсменов в школе Ангелины Мельниковой будут Арина Казакова, мастер спорта по тяжелой атлетике, призер Кубка и первенства России, а также Влада Котлерова, чемпионка ЦФО, серебряный призер Кубка и чемпионата страны по спортивной гимнастике. 15 лет проработала сама гимнасткой, и все, я подсматривала у своего тренера, подглядывала у других тренеров, сама я тоже работаю в Штукмана, и, конечно же, база лежит вот именно в Штукмана. Естественно, уже опытные именеты и тренеры школы Штукмана будут выступать консультантами школы Ангелины Мельниковой. По крайней мере, ее личные тренеры и хореографы пообещали всячески помогать олимпийской чемпионке в реализации нового амбициозного проекта. Ну, это один из проектов, который у Ангелины, я думаю, не последний. И с тем, что вот этот проект все-таки у нее получился, я желаю ей просто добрый путь. И чтобы остальные ее проекты тоже сбылись. И ведь не стоит забывать, сама Ангелина Мельникова завершать карьеру спортсменки пока не собирается. Так что в ее жизни собственные тренировки останутся на первом месте. Ну, а в школу Ангелина будет приезжать вместе с друзьями по сборной страны для участия в мастер-классах и спортивных праздниках. Мы как под тылом, под крылом ее, да, мы чувствуем поддержку. То есть мои глобально важные вопросы все через нее проходит. Она принимает участие на все 100%. Домом для юных спортсменов стал зал центра Гран-при, обустроенный новенькими снарядами, кольцами, брусьями, перекладинами, такими же, как у взрослых гимнастов, только небольшими. Причем все занятия в школе будут проводиться совершенно бесплатно. Мне так приятно видеть глаза детей, вот эти горящие глаза, когда они видят вот эти вот снаряды, какие-то детские модули, когда они разыграются и вот входят в кураж и начинают веселиться, им нравится здесь. Во-первых, здесь очень красивые цвета, такие яркие, это добавляет настроение, что тоже очень влияет на, будет влиять на детское настроение, на детские занятия. Конечно же, когда ребенку полтора года, очень сложно предсказать, станет ли он выдающимся спортсменом. Естественно, и Ангелина Мельникова, и ее подруги-тренеры мечтают о том, чтобы из этих стен вышли будущие олимпийские чемпионы, чьи имена были бы на слуху по всему миру. Это, так скажем, программа максимум, ну а программа минимум, чтобы каждый воспитанник школы Мельниковой с малых лет оказался на «ты» со спортом и прожил всю свою жизнь здоровым и счастливым. И в завершении долгожданные итоги голосования за лучшего спортсмена Воронежской области в 22-м году. Напомним, в 21-м звание «Народный чемпион» завоевала как раз Ангелина Мельникова. Как и прежде, своих фаворитов сначала определили ведущие спортсмены и тренеры региона, а потом состоялось онлайн-голосование, где поддержать лучших из лучших мог любой желающий. И вот что из всего этого вышло. И главное – имя нового народного чемпиона. В голосовании болельщиков в группе «ТВ-губерния» один балл получил яхтсмен Константин Васильев. Два балла досталось бобслистке Елене Мамедовой. Три балла оказалось на счету бегуньи Светланы Оплачкиной. Четыре балла пополнили копилку боксера Игоря Свириченкова. Пять баллов получила каноистка Екатерина Шляпникова. Шесть заработал гиревик Вадим Гениевский. Семь баллов болельщики присудили пловчихе Дарье Клепиковой. Восемь – тхеквандистке Виктории Железновой. Девять баллов получил еще один тхеквандист Дмитрий Воротников. Топ-3 онлайн-голосования открывают акробаты Егор Анисимов и Елизавета Пикалова. Одиннадцать баллов достается пловчихе Анастасии Саратовой, а лидером голосования болельщиков стала еще одна пловчиха Дарья Майбородина. Далее результаты голосования тренеров. Они один балл отдали Анастасии Саратовой. Два балла досталось Дмитрию Воротникову. Три балла пополнили копилку Екатерины Шляпниковой. Четыре балла тренера присудили Егору Анисимову и Елизавете Пикаловой. Пять баллов получила Виктория Железнова. Шесть – Вадим Гениевский. Семь баллов от тренеров досталось Дарье Клепиковой. Восемь – Елене Мамедовой. Наконец, на девять баллов были оценены успехи Константина Васильева. Топ-3 голосования тренеров открывает Дарья Майбородина. На второе место наставники поставили Светлану Оплачкину. Ну а лучшим в году, по мнению воронежских тренеров, стал Игорь Свириченков. И теперь результаты голосования спортсменов. Здесь один балл отправился на счет Анастасии Саратовой. Два балла получила Екатерина Шляпникова. Три балла досталось Виктории Железновой. Четыре балла спортсмены присудили Дмитрию Воротникову. Пять баллов отправилась в копилку Егора Анисимова и Елизаветы Пикаловой. Шесть баллов получил Вадим Гениевский. Семь баллов Светлана Оплачкина. Восемь баллов от спортсменов досталось Дарье Клепиковой, а девять – Игорю Свириченкову. На третье место наши атлеты поставили Дарью Майбородину. На втором месте с отрывом всего в один голос оказалась Елена Мамедова. А лучшим в году спортсмены признали Константина Васильева. Таким образом, по итогам голосования спортсменов, тренеров и болельщиков Воронежской области, народным чемпионом 22-го года становится пловчиха Дарья Майбородина. Неоднократная победительница чемпионата России и Кубка страны, многократная чемпионка открытого Кубка Белоруссии, летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Ну что ж, мы от всей души поздравляем нового народного чемпиона Воронежской области. На следующей неделе награда найдет своего героя. А мы благодарим всех, кто своими голосами поддерживал и продолжает поддерживать героев воронежского спорта. Оставайтесь с нами и всегда будете в курсе всех последних событий, ведь мы знаем о спорте всё.